282 статья никуда не делась. Она якобы декриминализована, переведена в административный кодекс, кодекс административных правонарушений, если это не является повторными какими-то действиями. Но на самом деле никакой декриминализации нет. Просто особенно вызывающие глупости, которые делала так называемая правоискривительная система, сейчас уменьшились. То есть это не так бросается в глаза, это не видно подавляющему большинству людей. Но по 282 статье продолжаются преследования. И главное ведь здесь не осуждение, потому что не о чем судить, а главное возбуждение уголовного дела, по которому можно истязать человека годами. Можно держать в тюрьме годами, можно годами его преследовать, можно блокировать его сберегательные счета, можно не позволять ему устроиться на работу и много-много чего еще можно делать под прикрытием 282 статьи. Наши соратники сняли небольшие ролики, и я хотел представить тех, по кому 282 статья прошлась и продолжает проходиться. Павел Турухин, который живет в Сергиевом Посаде. Я участвовал в его процессе со стороны защиты, как эксперт выступал. Но там судья, которую можно назвать просто тетка, вот другого я не могу подобрать определение, которое на мою фразу, что мы говорим на языке Пушкина, и поэтому слово «жид» не является кого-то оскорбляющим и оскверняющим, надо смотреть на контекст, заявило «мы не разговариваем на языке Пушкина». Я ответил «может быть вы не разговариваете, а мы разговариваем только на языке Пушкина». Мы оттуда черпаем и вдохновение, и какие-то стандартные умозаключения и фразы, и поэтому являемся русскими. А вот это не Русь, мантик судит и судила казака Павла Турухина, атамана местной казачьей общины. Первое стихотворение называется «Бойня». Шла в России бойня мировая, за веру и за русского царя, когда народ безмолвно умирая, был заколдован злобою зверья. Ничто не пожалели из веры на родине московского Кремля, а на заколание сатанинской веры принесена вся русская земля. Покрыто все кровавными делами, от стариков до маленьких детей, что совершалось тайной веками, свершилось в мире на глазах людей. Святая Русь, о сколько на заколание подыгем будешь ты обречена! Да, народ готов священное воззвание, как старые святые времена. Называется стихотворение «Дивная вера». Я долго не знал его, как назвать, потому что вроде ислам, а с другой стороны, вот те люди, которых я видел, как они себя вели, когда их даже брали в плен, ставили к стенке, а не только говори Аллах Акбару. В дивной зависти и знойного лета, в Черекарской долине садов, как свидетель молвы Мегамета, я узрел тайны средних веков. Все гремело от полчищ и взрывов, и, казалось, вся жизнь заперта. Вдруг увидел средь грозных разрывов Глупо женщин к мечети пошла. Робко глядя на танки и пушки, изрыгающих смертный огонь, то у нас, то у духов на мушке шли они к Магомету поклон. Полдень божий и полдень кровавый, есть закон, хочешь жить, гляжи, но взорвалась вдруг бомба по праву, разметав все цвета в поражении. Вот это стихотворение написано, это я реально видел, как это происходило. Я говорил в колоде генерала, 101-й говорю, мы рядом здесь, мы сейчас найдем кто это и разберемся. Он говорил, нет, это враги, их надо убивать. И он дал команду двум мертолетчикам, которые полчаса утюжили 12 женщин. Но были и другие там люди, будем говорить, до конца исполнялись люди, не боялись. Вертолетчику. Все было, кажется, вчера. Свистели пули, рвались мины, а мы, уткнувшись в грязь ручья, молились в горные вершины. Отсюда вряд ли нам уйти, сказал сосед, гранату пряча, не отойти, не подойти, а мне мерещилось. Все ближе пули, взрывы мин, кругом проклятое болото, а враг прицельно бьет с вершин, и командир замолкнул что-то. Все длилось, кажется, года, подвел итог я жизни прошлой, но вот на бреющем тогда, как ангел выскочил он ушлый, рубил винтами он душман, срывался в пропасе зверевший, подвой горластых мусульман от страха одуревший. И я не знал, куда бежать, брал вершину уж пехота, хотел лишь ангела обнять, забыв про грязное болото. Я после этой войны очень зауважал афганский народ, потому что я видел, как они стояли за своей землей, как защищали, не жалели своей жизни. Только я не понимал, за что я умираю, за что я там стою. За ЦК КПСС мне говорили. О, за него? Да. Приезжал маршал Соколов и говорил, вас ЦК КПСС не забудет. Но когда я оказался на вершине, когда обстрелили меня со всех сторон, я понял, что маршал Соколов рал. Меня забыли и оставили. Тогда я просил Господа, помоги мне. И он помог мне. Афганскому народу в оазисе пустынном или горном я караванными путями не ходил, но часто по кирбанам черным из автомата вверх набил. И где б не встретились душманы, везде один был почерк боевой. не оставляли мертвых мусульманы, а как верблюды уносили их с собой. И часто взяв прицел чуть выше, я восхищался тайным божеством. Мой враг почти уже не дышит, но тащит доска под окнём. Я видел смерть и слышал злобу, но понял лишь бою, что есть гордиться чем? Афганскому народу пока в крови такая честь. Держал я свиток Мухаммада и огнедышащий Коран, где гор зловещая громада и щель в небесный океан. Там в кишлаке, на косогоре, среди арыков и полей я, муджахедов, видел горе, кровь и страдания людей. На полке, выгоревшей шали, среди разбросанных вещей я проникал в чужой Джабраиль в дому без стёкол и ключей. Я попирал безверьем веру и был для Родины не свой. Презрев советскую химеру, дивился верности чужой. Шли на расстрел после намаза спокойно, гордо и легко потомки древнего Шираза, глядя на небо высоко. Я жаждал их понять, как воин, за что мне нужно умереть, когда грузил убитых сотни и видел, рядом бродит смерть. Тогда я понял, есть святое, еще неведомое мне, союз советский, как застоя, а я крещеный на войне. Братья бедные мои, как останутся одни, как отчет дадут пред Богом, если нет команды строгой. Все распахано врагом, и семья, и отчий дом, нет надежды на успех, а кругом безумный успех. Вечность предана везде, нету плакальщиц в беде, стыд запрятался в меха, не боятся все греха, что в милиции, что в церкви, по одним каналам сверки, там и тут же домосон, спит и видит чудный сон. Что Христос, что велиар, для начальства Божий дар, все единое на свете, и никто нигде в ответе. Плачет бабка, плачет дед, не один десяток лет, только внуку их не имется, распродажей душ займется. Так живем, как уки, или встаем не с той ноги, сколько лет еще пройдет, как проснется наш народ. Знаю, скоро он проснется, и такое разнесется, все на свете будут злить, а Господь свое творится. Второй ролик, это небольшой фрагмент выступления Валерия Ярчака. Его сейчас вместе с Олегом Платоновым преследуют снова по 282 статье за его книгу, которая была выпущена уже давным-давно, потом переиздана, но с тем же названием, но в другом формате, гораздо меньшего объема. Тем не менее, это не мешает судье открыть судебный процесс и держать в напряжении. И мы тоже должны находиться в определенном напряжении и помнить, кто является, а судьи кто. И святаго Духа, да будет так. Вот мы стоим на очень сокровенном месте возле памятника государю-императору Николаю Александровичу. Местечки, называемое, в месте называемое село Тайнинское. Это место известно еще стародревним нашим правителям, великим князьям, царям. Они делали первую остановку здесь, когда паломничество совершали из Кремля Троице Сергию Лавру. Вот у них здесь была первая остановка. И не просто так, именно на этом месте решили все-таки выдрузить этот священный памятник. Сегодня у нас был чин покаяния в грехе о жидовле не я. Я не оговорился. Есть у нас ересь жидовствующих. Это известная ересь в русском православии, которую мы преодолели, наши предки преодолели. Ну, а теперь это еще одна ступень, еще один этап этой ереси, которая через о жидовлении всего общества произошла. Это понятие религиозное. Мы не будем здесь об этом говорить. Но, тем не менее, когда напечатан был чин покаяния в грехе о жидовлении, в книге «Слово дела» Ивана Грозного, эту книгу хотят признать экстремистским материалом и не просто экстремистским материалом, который надо запретить, а еще привлечь меня к уголовной ответственности вместе с издателем Олегом Платоновым, предъявив нам обвинение по статье 282, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. И вот это дело длится уже более двух лет. По крайней мере, я под подпиской о невыезде с 9 апреля 2018 года. Олег Платонов еще раньше. Вот суды должны были назначены пройти 30 марта. И вот с 30 марта по вчерашнее 15 июня эти суды затягивались. Назначат перенесут, назначат, перенесут. И, наконец, вчера состоялось судебное заседание, на которое пригласили одного эксперта. Екатерина Крюх, эксперт Центра экспертизы при Минюсте, при Министерстве юстиции. Какое она сделала заключение? Она исследовала два издания моей книги. «Слово и дело» Ивана Грозного, четвертое издание, «Слово Ивана Грозного» третье издание. Вот эта книга, издательство 2009 года, она признана экстремистским материалом и запрещена к распространению. В списке она имеется под номером 1831. Вот эта книга издана в 2015 году под редакцией Платонова, Олега. Что сделала эта эксперт? Она, якобы, сравнила тексты этих книг и сделала заключение, что они идентичны. Мне пришлось задать около 7-8 вопросов эксперту с тем, чтобы определить, как может быть идентична эта книга, если она по объему в два раза меньше, чем та. По формату она может быть и меньше, но по содержанию она в два раза меньше, чем предыдущая. Ну и эксперт, это Екатерина Крюк, она, в конечном итоге, призналась, что да, это ошибка, что эта книга не идентична. То есть, камень, на котором жизнилось обвинение, что мы распространяем запрещенную литературу, он выпал из обвинения. И что сейчас делать суду? Ну, по-нормальному, так надо оправдательный приговор выносить, или хотя бы отправлять на доследование, или хотя бы исправление каких-то недостатков. Но этого вчера не произошло. Суд перенесли на 17 июня, на 10 часов утра, и будет допрошен еще один эксперт, уже из Калуги. На это телесвязь будет какая-то, телемост, потому что она отказалась сюда приехать. Тот эксперт проводил такую экспертизу, по которой что якобы у меня экстремистские высказания в отношении евреев, жидов, иудеев и так далее. Ну, не специалист, это было видно. Более того, она вообще допустила такую ошибку, которая недопустима для экспертов. Например, в моей книге самолеты разлетались. В моей книге указано, что в словаре Фасмера в четырех томах такой есть прекрасный этимологический словар русского языка в четырех томах под редакцией и под авторством немца от Фасмера. Любил так русский народ и русский язык, что даже словарь такой составит. И у него есть слово жиди и толкование его. Есть слово жиди и толкование его. И вот я взял свою книгу и включил жиди лесные черти. Табуистическое название черта. То есть жид. Табуистическое, то есть табу, запретное, название черта. Эксперт говорит, вот вы знаете, это такой вот кандидат юридических наук, который даже не может, дескать, даже вставлять, не может даже читать словарь. Нет якобы в словаре этого слова. Нет этого толкования. я беру фасмера, ну у меня с собой есть, я здесь надо покажу. Беру фасмера, пока смотрю, есть. Второй том, слово жиди, лесные черти, табуистическое название черта. Что мне сказать этому эксперту 17-го? Скажу, не копай другому яму, сам попадешь. Судьи это будущие подсудимые. Я не знаю по какой статье там, они по государственной измене, наверное, пойдут, или что-то в этом роде. Но все лица, которые по 282-й статье вели процессы, фальсифицировали эти процессы, эксперты, следователи, вся вот эта полицейщина, которая, или полицайщина, правильнее сказать, которая преследует поистине русских людей, вот тех самых носителей русского мировоззрения, о которых я все время говорю, должны будут пойти за решетку, и я думаю, большинство навсегда. Несмотря на то, что может быть они делали когда-то и где-то что-то очень полезное и хорошее, может быть они замечательно относятся к своей семье, кто-то из них любит маму, или у кого-то из них много детей, они все должны сесть за решетку. Ну, кто-то, кто совсем уже так рядом стоял на пару-тройку лет, а судьи навсегда, судьи должны сесть навсегда. Но дело не в этом, я просто хотел бы, чтобы вы услышали этих людей, которых преследуют по вот этой гнусно-поганой 282-й статье. Избавимся мы от нее при русской власти и расправимся с теми негодяями, которые ее приняли, которые ее интерпретировали против русских людей, когда будет русская власть. Поэтому России русскую власть. Слава Руси, Господи, спаси. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров